Всем привет! Вы смотрите Труджим и с вами Свежинцев Роман. Давно уже не переводил никаких мотиваций, вот и решил исправиться. На этот раз озвучил для вас маршала Брюса Мэттерса Третьего, которого многие знают под его сценическим псевдонимом Эмином, одного из самых популярных рэперов современности. Я думаю, многие из девяностых помнят его хит «Стэн». Когда я увидел клип на него, то был потрясен сюжетом, хотя знания английского тогда едва хватало, чтобы понять, о чем песня. Но картинка цепляла за живое, да и речитатив Эминома не мог не завораживать. Потом был фильм, который снят по мотивам жизни Эмма «Восьмая миля». Он мотивировал многих, как и меня, начать писать рэп или вообще заниматься музыкой. А как вы познакомились с творчеством маршала? Обязательно напишите в комментариях. В общем, не буду вас больше отвлекать. Не забывайте ставить царские лайки за четкую озвучку. И приятного вам просмотра, друзья! Это был своего рода некий подростковый протест, который шел изнутри меня. И также из-за того факта, что я в том мире не смогу избавиться от того факта, что я белый. А рэп изначально является музыкой черных, понимаете? Мне говорили, у тебя не выйдет. И из-за цвета кожи ты не добьешься успеха. И мне захотелось этим людям доказать, что я этого хочу и сделаю. Но когда я впервые в клубе взял микрофон в руки, публику это выбесило, и меня свистали. И на меня это оказало сильное влияние. Я даже в какой-то момент сам начал списывать себя со счетов. Ведь на меня показывали пальцем. И я себе говорил, что пора завязывать. А затем, знаешь, пару дней, а может недели спустя, я подумал, нет, я обязан. Обязан встать и попробовать еще раз. И в какой-то момент я понял, да, этот парнишка передо мной. Да, он может быть. Имеет. Больше девчонок, у него лучше одежда, типа того. Но он не умеет делать, как я. Понимаешь, он не может написать то же, что пишу я. И я начал ощущать. Знаешь, может быть, меня кто-то и зауважает. Моя мечта, она была типа… По радио я слышал многих рэперов, и в какой-то момент я подумал, блин, а если… Джей Зи, кто угодно, а что если они обо мне знают? Что если они думают, что я крутой? Понимаешь, это и был. Мой психологический настрой, он всегда был таким. Самое большое вдохновение и то, что меня всегда подпитывало. На самом деле, было просто… Самое простое, не веряя в меня людей. Ну и, типа, облако сомнений этих людей, которое летало у меня над головой. И… Я просто хотел доказать, что они неправы. Я хотел это сделать. Сделать независимо от того, что говорят эти люди. Да, со временем я немного изменился. Но… А что касается… Основной идеи, по которой я начал писать, я до сих пор пишу свой рэп по той же причине, по которой писал, будучи ребенком. Просто хочу заслужить уважение. Просто хочу увидеть реакцию людей. Просто хочу, чтобы меня услышали. И чтобы люди уважали то, что я делаю. И уважали тот факт, что я уважаю ремесло. Понимаете меня? Да и на самом деле, даже сейчас, мало что изменилось. Это, наверное, можно назвать менталитетом Детройта. Как бы сказать, мы тип андердоги. Люди всегда в нас сомневались. И этот факт… Я всегда, всегда продолжаю нести с собой по жизни. Понимаешь? Я хочу сказать про боевой дух, который несет в себе Детройт. Ведь Детройт, он… он поистине неунывающий. И я ощущаю, что… в людях Детройта всегда живет менталитет, когда Детройт воюет против всех. Ведь все люди, которые смотрят и говорят о нас, они… списывают нас со счетов. Понимаешь? Как-то так. Я знаю, что все это хорошо видно по моим трекам, и думаю, корни именно в этом. Не отпускающее ощущение… ощущение того, того, что нас списали со счетов. Не бойтесь пробовать что бы то ни было, даже если изначально эта идея кажется тупой. Ведь многие идеи на начальном этапе… Я не говорю про свои, они-то безумны, как только я начинаю о них думать. Но далеко не каждая идея может стать великой. Главное, не бояться начать делать, начать путь. Да, ты прав. Ты сделаешь одно дело, а оно приведет к другому. В итоге придумаешь что-то еще лучше. Я всегда пишу. И, наверное, всегда буду. Но не знаю, в какой момент… В какой момент мне может прийти в голову, убрать микрофон в сторону и из-за чего это будет. Мне кажется, я всегда буду хотеть заниматься музыкой. Продюсировать или что-то подобное. И что бы там ни произошло, я всегда буду хотеть этим заниматься. Музыка всегда будет находиться у меня в голове. Я делаю музыку и… И что бы ни случилось, это всегда будет интересно и приносить удовольствие. Сейчас для меня это весело, но я хочу быть уверен, что бы моя музыка всегда касалась страсти и того, во что я верю. Ведь иначе… она теряет смысл. Для парня, который ненавидел школу и… трижды оставался в девятом классе, ты все свое время посвящаешь изучению слов. Я понял, что как бы я ни был плох в школе, и не важно, насколько низкими были мои оценки во время учебы. Я всегда был хорош в английском. Я слышал, что ты читаешь словари. Я просто подумал, что все эти слова должны быть у меня в арсенале, в моем словаре. Всегда, когда мне их нужно использовать, чтобы они находились у меня в запасе на складе. Нельзя забывать, что с хорошим идет и плохое, понимаешь? Так и есть. Я понимаю, что… что успех, которого я добился, не приходит каждый день ко всем, но, знаешь, будут возникать новые проблемы во всех вопросах. Если бы я не добился успеха и по-прежнему пытался найти работу или работал бы за маленькую зарплату, которых не хватало бы даже на еду, тогда у меня были бы совсем другие проблемы в семье. Как поддержать Хейли? Как ее растить? Как не разругаться? Как платить аренду? Понимаешь? А сейчас совсем другие проблемы. Когда в деньгах нет проблем, появляются другие вопросы, которые также пугают людей по жизни. Появляется много дел. Нужно уметь принимать и хорошее, и плохое. Это всегда было во мне, но я не знал, как это показать. Я хотел делать свое дело и чтобы люди меня услышали. Но все же, с другой стороны, меня это пугало. Это был страх и не страх одновременно. Но я решал этот вопрос именно сам с собой. Мне нравилось находиться на сцене, и как только я брал микрофон, страхи уходили, но мне приходилось заставлять себя выходить и бороть свой страх, брать микрофон в руки и просто читать рэп. Думаю, все люди способны сделать что угодно. Зависит от того, насколько ты этого хочешь. И на этом этапе жизни, наверное, нет того, чего я не смогу сделать. Я перед вами тут совсем не понтуюсь, но если я правда этого хочу, я так просто не сдамся. Я признаюсь вам, у меня есть проблемы. Мне было необходимо быть готовым к самому себе. Я знаю, что, возможно, это звучит как клише, но ты все делаешь для себя. Хотя раньше мне казалось, что после первой реабилитации, по-моему, это был 2005-й. Я скорее писал музыку для других людей, но не для себя. Дело было в победе, битве с системой, нежелании слушать, кто и что об этом говорит. И я думал, почему у меня нет проблем, как у этих людей? Все люди вокруг принимали какие-то таблетки ради того, чтобы, например, решить проблемы со сном. А я принимал их, чтобы себя пересоздать. Понимаешь? И затем мне пришлось пройти довольно тяжелый период после реабилитации. Я вернулся домой, потерял лучшего друга и... И желание работать. Это было как... Мне было очень тяжело. Понимаешь? И моя жизнь полетела под откос. Потом была передозировка. Я попал в госпиталь, а потом на реабилитацию. И, по сути, я был за себя напуган. И в тот момент я понял, что мне нужна помощь других людей. Хотя до этого мне казалось, что я все могу сам. Во-первых, прежде чем все остальное, я отец, а не рэпер. Моя дочь на первом месте, что бы ни случилось. И в ее жизни происходят моменты, в которых я должен принять участие. И из-за этого я могу бросить все свои дела. И изменить свое расписание под нее. А чаще всего я беру ее с собой. И, знаете, она... Она очень много времени провела со мной в дороге. Она, знаете, как мой маленький кореш. Как мой маленький друган. И иногда бывает довольно тяжело все успевать и находить время. Но я уже говорил, прежде всего я отец. Еще один день, еще один доллар. Прям так. Поел в Макдональдсе. И никаких там гребанных дорогих ресторанов и их изысканных блюд. Никакой хорошей еды. Я с таким бюджетом родился. Ну, короче, денег у меня немного. А сюда я дошел пешком. У них целый автобус, а я шел сюда пешком. Со своим гребанным рюкзаком. Размером с дом. Короче, дом у меня в рюкзаке. Там гребанное нежнее белье, носки. Вся эта фигня. Все с собой. Банданы. Кепки. Я ношу одну и ту же одежду. Вспомни вчерашний день. Я был одет в то же самое. Я поменял только бандану. Вот и все. А так все то же самое. Каждый день. Поэтому я и говорю, еще один день, еще один доллар. Каждый день одно и то же. Хип-хоп был самой важной вещью, которая давала мне возможность из детства. Он заставлял меня ощущать... Я бы сказал, чувствовать себя жестким, когда я не был. Когда я был худощавым мальчишкой, растущим на восьмой миле и идущим через район, одевшим наушники, это заставляло меня ощущать себя сильным. Можно сказать, что хип-хоп для меня, наверное, был для меня как отец. А когда я научился писать рифмы и понял, что я это могу, с этого момента и идут мои чувства. Ведь воодушевление появляется, когда ты сам это можешь. Понимаешь? Это началось, когда я написал первый панч. Когда я его написал, это дало мне уверенность в себе. Ведь в тот момент я понял, что не только могу получать по жопе на заднем дворе, а однажды чувак меня буквально башкой в землю забил. И он мне уже сам такой говорит, эм, хватит. Ведь я все время вставал и продолжал на него идти, но все равно получал по жопе. Блин, скорости этому говнюку было не занимать. Но это заставило меня понять, что уметь принять удар – это ничто. Понимаешь? Дело не в этом. Когда ты маленький, ты думаешь, ой, блин, что будет, если меня ударят? А если он ударит меня в нос, и нос попадет в мозг, и я умру? Думаешь о подобном дерьме. Так что мужик хип-хоп, хип-хоп, он с самого начала производил на меня впечатление. Если мне придется покупать тексты, тогда мне лучше нахрен отложить микрофон.